Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футболота Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика я хотел бы вам напомнить, потому что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения на СП на Ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну и также у нас продолжается наш марафон. Как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выкладываю следующий видеоролик, так что дерзайте. Ну что же, интересные сегодня у нас матчи, тем более это Манчестер Сити и Тоттенхэм, которые как-то странно, но мы видим еще и Чилси, и Арсенал внизу, так сказать, турнирный нашей ТОП-10. Но все равно Манчестер Сити мы вроде как обыгрывали, но и вроде как проигрывали в прошлом сезоне, поэтому в этом выпуске нам желательно их обыгрывать, тем более идем мы на таких прям лидирующих позициях. Ну и все, у нас 4 матча сегодня в английской премьер-лиге, ну а в следующем выпуске откроется зимний период трансеров. Ну что же, играем первый матч на выезде против Манчестер Сити, посмотрим кто у нас готов и будем выходить на поле. Ну что же, потеря у нас в количестве двух человек, Прайз и Телеман с ужасной формой, их я выпускать не буду, их даже не поставил в заявку. Взял вместо них Абрахама на скамейку запасных и Барнса, а нет, Айоза Переза вроде, да. Ну и будем играть в два опорника, Чудхури и Диди на этих позициях у нас будут. Ну что же, Манчестер Сити против Лестера. Форму я бы сейчас лучше себе, наверное, бы поменял, потемнее, чтобы было, не сливалось. Манчестер Сити против Лестера, поехали. Итак, этих от стадио Манчестер Сити принимает Лестер Сити, это английская премьер-лига. Манчестер Сити идет ниже ожиданий болельщиков и, в принципе, наверное, ниже своей задачи. А вот Лестер Сити дарит такой интересный экспириенс болельщикам. И все-таки мы забиваем Тима Вернер, 65-ая минута, хорошо здесь отыграл на добивании. И все. Лестер Сити выходит вперед в очень важном матче для нас в сегодняшнем выпуске. У нас здесь практически каждый матч очень важный. Ну вот, неплохо Рикардо Перерро доборолся до конца, Лаутар Мартин с этой подачей попал в перекладине. А Вернер отлично сыграл на опережении, вроде из-под Кайла Болкера. Тима Вернер забил этот гол. И все. Финальный сысток Лестер Сити одерживает гостевую, минимальную победу, очень важную для нас. Очередные три очка мы набираем в чемпионате. Одержим победу над очень серьезным соперником Манчестер Сити. Но малые, в принципе, дали что-то делать. Владение немножечко дали им. Все-таки мы, как в плане гостей, поэтому Манчестер Сити здесь владение, наверное, на этом только и вылез. Но даже вот такой маленький процент владения, как у нас, позволил нам нанести кучу ударов. Вот один стал голевым. Вернер, игрок матча. Итак, после 16-го тура мы все так же на второй строчке минимально лидируем над Эвертоном. И в 10 очков отстаем от Ливерпуля. Итак, что у нас по переговорам? Моя команда. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Варди хотят подписать в Барселону. Я пока что вроде не планирую Варди продавать. Как минимум, может быть, еще он сезончик у нас либо... Ну, доиграет, в принципе, этот сезон. Хотя, если мы в этом сезоне выиграем Лигу Чемпионов, то Варди, в принципе, у нас останется до конца. Итак, сейчас играем мы против Тоттенхэма. Дальше игра с Брэндфордом и потом Бормут. Я бы сейчас посмотрел, где они, в принципе, находятся. Бормут в конце, 20-я строчка, Брэндфорд 14-я. Так что немножечко Брэндфорд даже посильнее. Но ничего, сейчас нам главное победить Тоттенхэм. Тоже такой интересный для нас соперник. Тилемант снова, кстати, не готов. Ужасно. Это очень даже ужасно. Ну, а мы выходим вот таким составом. Кстати, у Мэдисона, левым нападающим, стал рейтинг 80. В предыдущем против Манчестер-Сити был 79-й. Но как-то так. Все, Лестер-Сити, Тоттенхэм. По формам сейчас посмотрим. Все замечательно. Английская премьер-лига. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лестер-Сити принимает Тоттенхэм. Лестер-Сити превосходит все ожидания. Тоттенхэм, прямо как Манчестер-Сити, идут ниже ожиданий. Но, по крайней мере, если и от Манчестер-Сити многие это не ожидали, то для Тоттенхэма иногда это все-таки знакомая для болельщиков ситуация. Как-то сумбурно идут в середине сезона. Но, может быть, все исправят в концовке и попадут в Лигу чемпионов. И Лаутара Мартинес открывает счет. Отлично. 14-ая минута. 1-0. Лестер снова выходит вперед первыми. И Тима Вернер делает счет 2-0. 29-ая минута. Наши нападающие просто в огне в сегодняшнем выпуске. Ну и вот так вот. Если бы не теряли очки со слабыми вот этими командами, может быть, и мы сейчас были на первом месте, а не Ливерпуль. Ну, шикарную серию в последних матчах выдает из себя Лестер-Сити. Ребята молодцы. Но, напомню, наша основная задача это выиграть Лигу чемпионов. И все. Заканчивается матч. Уверенная домашняя победа над Тоттенхэмом. Ребята молодцы. Одерживаем очередную победу. Я просто как-то сам даже не верил в том, что у нас получится обыграть и Манчетер-Сити, и Тоттенхэм в сегодняшнем выпуске. Именно две победы. Но, ребята молодцы. Снова так же ничего практически не дали создать Тоттенхэму в атаке. Вернер стал игроком матча. 7,5 у него оценка. После 17-го тура мы все так же на втором месте. Лидируем теперь уже в три очка над Эвертоном. И 8 очков отстаем до Ливерпуля. Ливерпуль впервые еще и сыграл в ничью в этом сезоне английской премьер-лиги. Итак, победная серия команды Лестер-Сити в новостях. В ожидании матча с клубом Брэндфорд у нас сейчас. Ну, Брэндфорд идут повыше. Я напомню, Бормута даже сейчас мы это на всякий случай можем и проверить. Они поднялись на 13-ю строчку. Бормут все так же на 20-й. Поэтому, мне кажется, все так же таким хорошим можно составом сейчас небольшую ротацию произвести. Ну и с Бормутом, я надеюсь, у нас выйдет такой прям хороший второй состав. Небольшую ротацию мы все-таки произвели. Так, а я сейчас не понял. Кстати, да, представляете, Варди не имеет никакого теперь влияния на игроков Лестера с капитанской повязкой. Но отдадим ее Мэдисону. У него почему-то вот есть такие качества. Выпустили фланговых защитников. Поменяли Конате в старте. Вышел Гомес. Также Шмехель вместо Ананы. Чудхури вместо Ндиди. Ну, Айоза Переса вместо Ундеры. Ну и также Джейми Варди вместо Лаутаро Мартинеса. Вот так вот немножко отличать состав от тех, которые играл против Тоттенхэм и Манчестер Сити. Но сейчас у нас выездная игра. Брэндфорд против Лестер Сити. Поехали. Итак, Брэндфорд комьюнити стадиум. Брэндфорд принимает Лестер Сити. Это английская премьер-лига. Поехали. И Варди открыл счет сегодняшней встречи. 22-ая минута. Джейми Варди 1-0. Этого парня мы не выпускали в матчах с Манчестер Сити и Тоттенхэм. Но вот против Брэндфорда он отлично получил, во-первых, передачу от Айоза Переса. И очень хорошо пробил низом в дальний угол. По бильярдному так очень красиво. И Айоза Перес делает счет 2-0. Тиму Вернер отлично нашел нашего флангового полузащитника в штрафной, который очень хорошо без офсайдена залез между защитниками. И все. Счет уже 2-0. Ребята молодцы. Мне очень радует эта команда. А вот и пропускаем. 34-ая минута. 2-1. Брэндфорд уменьшает наше преимущество. Тони забил. При том, что мы не пропустили ни от Манчестер Сити, ни от Тоттенхэма. А вот здесь дальний такой удар. И Шмихель оказался вне игры, можно так сказать. Пропустив этот гол. И отлично. Какой гол сейчас забивает Джейми Варди. 72-ая минута. 3-1. Дубль от Джейми Варди. Ну это просто пушечный гол. Мне кажется, он должен стать лучшим голом этого тура английской премьер-лиги. Ну просто в одно касание. Шикарно пробил. Шикарно забил. Выпустим, давайте вместо Тима Вернера Лаутара Мартинеса дадим отдохнуть нашему немецкому форварду. И все, заканчивается матч. Со счетом 3-1. Уверенная выездная победа. Ребята молодцы. Особенно Джейми Варди, который мне доказывает, что хоть я его не выпускаю очень часто в старте, он выходит и забивает. Ребята действительно молодцы. 5 ударов, 5 створ, 3 гола мы забили. Абсолютно заслуженная победа. И Варди 7-5 оценку получает. Итак, после 18-го тура мы все так же на втором месте. В 3 очка лидируем над Эвертоном. И все так же 8 очков отстаем до Ливерпуля. Итак, лучшим футболистом Азии признан Виллен. Поздравляем его с этой наградой. Победная серия продолжается у нас. Это великая честь для Виллена. Команда набирает обороты. Лестер стал 28-м, а был вроде 30-м. И Варди может перейти в Манчестер Юнайтед. Итак, Фернандес признан лучшим футболистом Южной Америки. Ну и кстати, я сейчас получил очень шикарное предложение. Вы просто посмотрите, от кого? От Ливерпуля. Это именно тот Ливерпуль из английской премьер-лиги, который сейчас идут на первом месте. Очень неожиданно и приятно на самом деле. Хоть они сейчас лидируют над нами 8 очков, но все равно Ливерпуль решается сместить Юргена Клопа. Я так понимаю, Юрген Клоп тренирует Ливерпуль. Я просто сейчас посмотрю. Вряд ли они кого-то да и будут просто так менять. И действительно, Юргена Клопа они хотят убрать из команды, назначить меня, но мы, естественно, не будем принимать это предложение и дальше продолжим работать в Ластер-Сити. Но у нас сейчас игра против Бормута. Надеюсь, что получится выиграть, набрать свои очки. Все-таки команда на последнем месте идет в английской премьер-лиге. Ну что же, вот таким составом я решил выйти против Бормута. Варди, к сожалению, с ужасной формой не попадает даже к нам в заявку. Поэтому, ну вот как-то так. Не буду ничего сильно ротировать, потому что дай бог, чтобы мы сейчас не проигрывали вот таким вот командам, потому что мы можем. Бормут против Ластер-Сити. Поехали. Итак, Дэн Курт. Бормут принимает Ластер-Сити. Это английская премьер-лига. Поехали. И отлично. 1-0. Лаутара Мартинес отличную дальнюю передачу принял, обработал, забил. 45-я минута. Перед самым перерывом мы выходим вперед. И все-таки пропускаем. 84-я минута. И снова же наши ошибки в атаке, не дав. В обороне, точнее, не в атаке. Снова наши вот эти ошибки. Не получилось быстро как-то вынести мяч. И снова же потеря. Потеря очков сейчас может быть против 20-й строчки. И все. Потеря очков. Но все-таки Кинг забил у Бормута. Это один из лидирующих их игроков. Но вот как-то так. Обиднейшая потеря очков. Мы в любом случае там останемся, если не ошибаюсь, на второй строчке. Но в любом случае очень обидно. При том, что у них один удар, один створ. И это один гол. При нашей же ошибке. Мартинес игрок матча. 7-5 у него оценка. После 19-го тура мы все так же на второй строчке лидируем в 3 очка. И все. Теперь у нас снова отставание до Ливерпуля в 10 очков. Итак, да. Сыграли в ничью в новостях. Пишет Вернер из клуба Лестер-Сити стремится к большему. Да. Все-таки на втором месте. Мы его покупали, как, наверное, под чемпионство. Он думал, но, оказывается, мы его покупали под победу в Лиге чемпионов. Вы отказались переходить в другую команду. Ну, да, действительно, мы остаемся в Лестер-Сити. Итак, первый день периода трансеров. Обновлен состав молодежной команды. Вообще замечательно. И давайте посмотрим. Оно здесь только по молодежке. Только по молодежке. Общий рейтинг. Посмотрим. Карл остается, кстати, с Антикас Орла. Вот. Теперь в нашей Академии. Так, нам говорят пересмотреть контракты с Чудхури и Сангелиньо. В сборный месяц попал Мэдисон Лаутаро Мартинес. Вернер плюс единичку добавил к рейтингу. Ну, а Джейми Варди мы уже увидели, что минус один у него за декабрь месяц. Также нам сказали посмотреть за Буфоном. Я подписал Тевиса и Кас Орлу. В основную команду все-таки игроки 74+. И после этого подписания у них, у обоих, будет рыночная стоимость больше 30 миллионов евро. Поэтому мы сможем их отдать в аренду. И на этом, в принципе, все. Но вот Буфона чуть-чуть попозже мы подпишем, как только к нам присоединится Тевис и Сантикас Орла. Итак, у нас переговоры по моей команде. Да, это Карлос Тевис и Сантикас Орла пришли. Чудхури интересуются им Весбромвич и Норвич Сити. Мы все ждем, когда у нас его заберут и будем ждать. Если у меня сейчас получится, в принципе, успеть. Я надеюсь, что я только ради этого их и подписал, чтобы их отдать в аренду. Вот, 37 миллионов стоит Карлос Тевис, 35 стоит Сантикас Орла. Ну и Джан Луиджи Буфона мы тоже подпишем. Все-таки нам сказали, что вот, это прям пиковый какой-то игрок. Какой-то вот прирост он должен дать. Поэтому дай бог посмотрим. Так, Чудхури и Тилиманс. Нам сказали с ними переподписать контракт. Ну, я правильно понимаю? Сейчас на всякий случай еще раз перечитаю сообщение. Да, Чудхури и Ангелиня. Ну давайте переподпишем, потому что сейчас Чудхури как раз мы будем продавать. Надо будет подороже. Да, и Ангелиню следующий как раз игрок у нас будет на выход. Так, продлить контракт. Нужно оправдать еще ожидания. Вот так вот, значит. Миллион восемьсот. Тогда давайте попробуем. Восемьсто у него компенсация за переход. В принципе, не изменилось. Ну, я не знаю, зачем мы тогда с ним переподписывали контракт. Ну вот Ангелиню. Тридцать миллионов у него отступные. Так, он доволен, в принципе, нашим клубом. Поэтому вот так вот. У него и тридцать миллионов будут отступные. Все. На этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жиданок 6, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok